Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы продолжаем с вами играть в нашу замечательную игрушку, где мы с вами вроде как программируем, ну, визуальное программирование, но на деле, конечно, задание на логику. Да, надеюсь, вы уже взяли вкусняшки. Всем приятного просмотра и аппетита желаю, мы с вами продолжаем. Итак, остановились мы с вами, давайте посмотрим. Психология толпы, система распознавания речи кота, 21%. Если вы не смотрели первую серию, вкратце объясню вам, что мы с котиком умеем программировать, да, вот умеем мы с котиком программировать, но мы не понимаем язык кота, поэтому мы делаем переводчик для нашего котика. Итак, что у нас тут на почту? На почту что-то у нас вроде как пришло, нет, скрыть выполненное. Так, работа стартапа личная, ооо. Ну-ка, давайте письмо от родителей. Ой, нифига себе, мне б таких родителей, деньги 1400. Привет, дорогой, мы помним, что ты говорил, но скоро твой день рождения, так что возьми эти деньги и купи себе что-нибудь вкусное. Мы очень тебя любим, мы скучаем по тебе. Постскриптум, не забудь надеть шапку, ведь на улице очень холодно. Забр... Забрать, конечно же, забр... Мама, спасибо тебе. Папа, тебе тоже спасибо. Кто придумал решающее дерево? Решающее дерево один из методов автоматического анализа данных. Первой идеей сознания решающих деревьев восходит к работам Холленд и Хант конца 50-х годов 20 века. Однако, многополагающей работой, давшей импульс для развития этого направления, явилась книга Хант Марин и Stone Experiments in... Так, блин, короче, господи, я даже английский толком не изучал в школе, я как бы французский изучал, поэтому там, не кидайтесь тапками, окей, окей? Увидевшая свет в 1966 году. В общем, окей. Следующая история экспериментных систем. Ага. Ну ладно, ладно, ребят, давайте приступим к работе, ведь у нас действительно там дофига татары. Что? Татари? Прошу прощения, татары. В общем, у нас тут есть стартап, где мы с вами, ну, Hype Balance 2700, вроде как, пользователи 100. Должно пройти немного времени, чтобы у нас хотя бы какие-то деньги появились. Вначале, конечно, это все затратно, действительно, но я надеюсь, в дальнейшем будет у нас все хорошо. Так, мы можем с вами также купить кактус, защищает от радиации миниатюра Банхаммер, котодесантник. Ни хрена себе 40000. Нет, простите, конечно, но... О, шлем викингов 3000! Киборг, ему нужны твои одежды, ботинки ему и катацикл. Блин, это все так мило, это так здорово сделано, серьезно. Спасибо огромное разработчику, что такую игрушку создал, мне нравится. Так, здесь что-то у нас обновляется, вроде как. Тут мы с вами посмотрели, посмотрели. Здесь нету, к сожалению, катсцен, есть всего лишь вот такие вот заставочки. Мол, мы получили посылочку, должно сработать. Получилось, кошка. Вот, мы распознали картинку. Все, теперь мы распознаем то, что наш котик, это действительно кот. Вот, все отлично. И время летит. Обучение Перцептрон Розенблата. Эмоции животных на картинке, как распознать? Привет, я наконец-то научился понимать, есть кот на картинке или нет. Но ему явно есть что-то еще сказать, как понять-то. Думаю, пора уже заняться распознаванием эмоций. Про Перцептрон и свыхал? Их изобрели в 60-е, как и все лучшие вещи в мире. Спираль ДНК, рок-н-ролл и хипанские манки. Ну, на самом деле, да, даже мода, ребята, и то сейчас к каким-то там 60-м, 70-м годам как-то стремится. В общем, возвращается, можно сказать. Можно посадить несколько решающих деревьев, это называется случайный лес. Ну, или всегда можно переключиться с кошек на собак, а не повыразительней. Ну, уж нет, ну, уж нет. А теперь кое-что очень важное. В отличие от предыдущих блоков, Перцептроны можно обучать. Поначалу они будут делать массу ошибок. Точный процент смотрите на этой иконке, 75%. Используйте режим обучения, чтобы снизить процент ошибок. Для лучшего результата проведите несколько циклов обучения. Так, 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 так. В тестовом запуске Перцептрон уменьшает свою ошибку, пока пытается предсказать форму элементов. В релизном запуске Перцептрон только предсказывает формы. Что-то непонятно? Заходи в наш Дискорд. Большой дружной комьюнити. Разработчики помогут с любым вопросом. Блин, это здорово. А в реальном мире Перцептрон, Розенблата, используется в Марк Первом. Этот Перцептрон мог распознавать только простые линейные зависимости. Но этого было достаточно, чтобы распознавать английские буквы. В общем, смотрите, читайте, учитесь. Да. В общем, давайте начинать. Действительно, обучающая игрушка. Мне это очень-очень нравится. В общем, мы, получается, соединяем. Кружочек, квадратик и треугольничек. Блин, все так легко. Обучение. Ну-ка. Блин, это куда-то не туда, блин. Чувак, стой, 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 ты. Так. Смотрите, он уже стал лучше. Он стал лучше работать. Делаем еще обучение. Так. Теперь он кружочки спокойно выдает. Так. Нам надо до нуля, я думаю, снизить. Хотя. Успех. Вот. Успех уже есть. И у нас появились производства молочных продуктов. Завод Металгир. Здесь... Метал... Металгир? Серьезно? Офигеть. Так. У нас всякое разветвление здесь пошло. Смотрите, у этого дерева. Эта музыка просто волшебна. Вот-вот. Вы слышите, да? Блин, так и хочется скачать. Так. Награда 900, да? Производство молочных продуктов. Приветствую. Я Сэм, владелец компании, которая производит молочные продукты. Этот бизнес у меня недавно, но я уже вижу, какие вещи улучшить. Я мечтаю делать не просто качественный, но и вкусный продукт. А тут не обойтись без большой точности в процессе ферментации. Ладно, не буду грузить терминами. Я хочу научить программу определять качество продукта по составу. Так мы сможем отделять уже готовое и вкусное от сырого. Ручно это делать долго. Мы часто ошибаемся и много продуктов уходит в брак. У нас есть данные, но нужна программа приступить. Вот было бы больше таких игр, серьезно, ребят. Потому что в основном популярны игры довольно простые. Вот серьезно, почему-то довольно простые игры. Например, Привет, сосед. Вот вы видели, да, сколько он набирает просмотров, ребята? Чем проще, даже лучше, если честно. Я вот это всегда замечал. Ну, и даже не только для школьников. А тут хотя бы мы действительно можем чем-то позаниматься таким интересненьким. Давайте посмотрим. В общем, нам надо сделать так, чтобы кружочек только сюда шел. А сюда все. То есть, по идее, мы тут все подключаем, но у нас есть маленькая проблемка. Так, сборные блоки, а базовые блоки у нас тут только корзинка, да? Ух ты, вот это интересно. Так, например, обучение. К примеру, обучение, да? Сюда вообще квадраты летят с непонятной силой. Конечно, что-то и сюда попадает. Смотрите, вот, кружочек сюда попадает. Сюда тоже успех. Написано успех. Но проблема в том, что этот перцептрон, он как бы учится. Поэтому, ну-ка, еще раз обучение. Смотрите. Так. Конечно, 20% у него там ошибок есть. Ммм. Смотрите, а тут неважно какие. Вот оно что. Я думал, сюда должны все три попадать. Оказывается-то, ребят, просто количество 35. И все. Все. Ребят, тогда можно просто на релиз. Давайте. Релиз пошел. 24, 20 секунд. У нас затраты идут. Ваши деньги. Вот, блин, уходят-то, как они быстро. Успели. Успели, ребята. Все, отлично. Продолжить. Награда. 820. Неплохо. Неплохо. Давайте. Давайте еще поработаем, ребят. Добрый день. Вас беспокоит завод Metal Gear. Мы производим металлические конструкции. Поставляем сырье на большие стройки по всему миру. У нас строгие требования к качеству исходного сырья. Сейчас нам нужно увеличить темпы производства. Появились новые заказы. Мы не укладываемся в сроки. Требуется алгоритм, который определит качество сырья после сканирования. И отсеять некачественную руду уже на конвейере. Процесс сложный. Анализ у сотрудников занимает много времени. В общем, сейчас мы все сделаем. Не переживай. Короче. У нас теперь появились... Смотрите. Различия, да. Различия цветов. То есть были просто, ну... Кружки, квадратики, треугольнички. Теперь они еще и цветовые. Вот это вот уже посложнее будет. Значит, что у нас, ребят, есть? Решающий дерево цвет. Перцептрон Марк Первый. Сборные блоки. Какой-то, смотрите, появился сортировщик Марк Первый. Все. Круг сортировка. То есть здесь будет кружок выходить. Но это нам не нужно. Красные быстро. Так, мы с вами можем спокойно сделать. Значит так. Нам нужна сортировочка. Значит, красные у нас будут подаваться вот сюда вот. Любые. То есть там зеленый, синий. Жалко тут три нельзя выбирать. Тогда бы все намного проще было бы. В общем, любой. Здесь просто треугольники. Вот как-то так, что ли. Но там, смотрите, точность, наверное, сейчас будет... О, смотрите. Смотрите просто, как она скачет. И все. И все встало. Смотрите. Все встало, потому что нет корзины. Он не знает, куда отправлять. Так. Прошу прощения. Обучение. Так. Треугольничек, треугольничек. И видите, какая просто загрузка колоссальная. Мы, конечно, не успеваем. Хотя... Тетя, смотрите. Успех? Успех? Хоть и даже немножечко не очень. Потому что, смотрите. Видите, какая нагрузка здесь начинается. Но мы с вами выполнили. Притом, точность тоже такая. Нормально. Блоков используем 3,40. То есть мы можем аж 40 блоков. Ну хорошо, пусть будет релиз. Ничего. Ничего. Можно и по-нормальному, ребят, сделать. Но не будем на этом зацикливаться. Я думаю, впереди нас ждут намного интереснее. Интереснее задачи. Так что не переживайте. Новые технологии в создании игрушек. Награда 900. Здравствуйте. Вас приветствует компания Nuka Toys. Мы самостоятельно разрабатываем игрушки для тех и собираем из их деталей, изготовленные на 3D принтере. Ооо. Так, ну давайте посмотрим. Значит, у нас есть... Так. Ага. Ага, ага, ага. Теперь цепрон. Здесь все очень просто. Здесь, наверное, стоит... Какие у нас сборные? А, у нас, кстати, не все доступны. Вот, если вот эти вот DLL блоки, да, или DLL, как правильнее, DLL-ка. Если здесь нам сделать в меню, я видел, что в меню можно делать, еще при том обучать тоже блоки, то нам намного будет легче играть. Но, ладно, пусть будут такие. Так, все круговые, круговые. Во, у нас есть, смотрите... Так. Просто-напросто, смотрите, чем мы можем с вами сделать. Все? Это, получается, могут отправляться вот сюда, к примеру, а круговые только сюда. Вот и все. Вообще, вот это фигня. Насчет вот этого. Давайте посмотрим. Сортировщик Марк 1. Как здесь будет устроено? Давайте посмотрим. Мне интересно. Неужели здесь будет из первого круг, из второй квадратик, из третьего треугольника. Обучение. Да, так и есть. А нет, ребята, нет. К сожалению, здесь вообще дофига всяких штук происходит. Но, при том, все заполняется. И точность, кстати, тоже нормальная. Блин, ну как это мы так по-фуфельски все делаем, и у нас все отлично происходит? Ладно, сейчас, сейчас, давайте нормально сделаем. Значит так, здесь все, и они спокойно, хорошо проходят. Кружки тоже отлично проходят, да? Не посмотрел. Я вот на этот смотрел. Эрцептрон. Так. Здесь у нас... По-моему, вот это самое легкое. Я думаю, просто вот так вот делать. Здесь быстро заполняется, а вот здесь... Обучение, к примеру. Так, да, все правильно, все правильно. Сюда быстро поступает. Сюда тоже быстро поступает. Единственное, время, конечно, можно, наверное, сэкономить. Ну, мы вообще просто впритык, ребята. Просто впритык, но можно... Так, релиз. Вперед. Давайте начинаем. Тимон там что-то... Каналил. Так, ну, даже быстрее чуть-чуть, ребят. Отлично, успех. Продолжить. Все. Татари, татары, господи. Итог, 115. Я получаю деньги, ребята. Ура. Ура, я получаю деньги. Отличный стартап. Ладно, мы когда-нибудь его обновим. Когда-нибудь. Ну, пусть. 8 тысяч, да ёб твою мать. Быстро, быстро, ребята. Котика. Я хочу котю своего обновить. Самсунг. Постер. Так, одежда. Вот, я хочу что-нибудь купить. Тут, мяуру. Киборг. Пусть будет шлем викингов. Куплено. Хе-хе, смотрите. А, можно вот так вот снимать. Можно одевать. Такой смотрит недовольно сразу. Типа, ты чё, блин, засранец на меня одел? С ним... Блин, коты вообще не любят одежду. Так. Ладно, мы молодцы. Мы с вами молодцы. Одну минуточку поставьте нам. Понравилось. Вообще просто великолепно. Ого, 5 котов от души. Так. Будем гладить котенков от имени наших игроков. За каждый обзор. Ладно, ребят, чуть позже, наверное. Офигеть. Офигеть. Если вы напишите, мы за вас будем каждого котенка гладить. Так. Ладно. А где мы с вами закончили? Сейчас я посмотрю. Награда. Распознавание. Да. Вот. Вот эта штука. То есть мы здесь действительно можем что-нибудь создать такое интересное. Но может чуть попозже делаем. Не хочу пока. Распознавание текста. Итак. Мы знаем, что вы смогли создать систему распознавания текста на основе перцептрона Розенблатта. Нам требуется похожая система. Эта задача проще. Итак. Что такое перцептрон Розенблатта? Или Розенблата... Фиг знает. В общем... В 1957 году. С его помощью Франк создал машину Марк Первую в 1960 году. Марк Первый это машина, которая могла распознавать английские буквы по их формам. Фу. Офигеть. Неплохо. Неплохо. Чувак. Ты молодец. Ты сделал действительно охрененное дело. В историю попал. Я, например, вообще ничего хорошего не сделал. Блин. Меня запомнят как... Фуфило. Еще такого. Ладно. Много ошибок. Во. Я совершил. Хотя. Даже стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Где там? Сборные блоки. Вот. Вот так вот делаем. Все. Сюда вот, например. Сюда. Чтоб загруженность не такая была сильная. Да? Квадрат-треугольник. Вот квадрат-треугольник сразу вижу. Вот сюда вот. Делаем. А вот здесь вот, смотрите, какая штука. А давайте посмотрим, что получится. Ну-ка, обучение. Вот. Точность. А, ну погодите. Точность еще нормальная. Точность тут нормальная. 18. 75. А вот сюда, видите, уходят просто капец как мало. Обучение. Ну-ка. 300. Аж 300. Вот это прикол. Так, точность, ну, возрастает. Неплохо. У нас даже еще время остается. Успех. Все, релиз. На релиз быстрей. Но программа может... Хотя нет, не дает она сбора. Видите? Ну, иногда, да, шарики эти проходят, но... Как вы видите, точность. Точность. Пф, нормальная. Так, дерево задачи. Распознавание текста. Самоуправляемое такси. А что там? Стартап. 4 тысячи бюджет. Это дорого. Это дорого. Пока нет. Спасибо, конечно. У меня есть татари. Пусть будет это. Так, обучение с подкреплением... Награда 200. В заданиях с обучением с подкреплением блоки работают иначе. Все данные изначально являются неизвестными. Ваша задача создать схему, которая научит агента искусственного интеллекта распознавать их. Ого! Вау! То есть, нам сейчас... Так, это не дорога. Погодите, стоп. Что за агент? Тест. Ага, дороги. Успех. Написано успех. Статистика фронтального радара. Тест. Конечная цель этого типа заданий Сделать искусственный интеллект достаточно умным. Офигеть. Я вот в этом моменте... Че-то я начинаю уже тупо... Тупливать, подтапливать. На этом этапе игры можно обучить искусственный интеллект и распознавать объекты. Но это еще не будет полноценным машинным обучением. Можно научить ездить? Запуск с учителем. Вау! Да, смотрите, на тормоз можно нажимать окружение. Так. И смотрите, котик! Это котик! Он едет! Котомобиль! Блин, это интересно сделано, конечно. Запустите обучение, экспериментируйте, тестируйте. Релизьте и зарабатывайте деньги. Вау. И мы, кстати, можем на газ спокойно надавить. И будет быстрее. Ну и как-то вот так вот. Релиз. А, он сам-сам управляет. Видите, нажимал на тормоз. Или, или нет, просто он сам едет. Окей. Эээ, провал. Средняя скорость 50, стоимость искусственного интеллекта 3. Потрачено делание к 100! Да ты охренел, что ли? Так, эволюционировать. Ваша машина достигла требуемой скорости. Продолжить обучение не улучшит вашей искусственной интеллектой, но может повысить его стоимость. Во! Осторожней, братан. Осторожней. Да, скорость теперь улучшена, я вижу. Он сам вроде как едет. Смотрите, да. Так, стоп. Еще раз обучение давайте. Теперь у нас скорость действительно... Обучение, релиз, тест, релиз. Ну-ка. Так, он видит проблему, он тормозит, он начинает движение. Так, бро, бро! Он уперся. Ну ладно, успех. Как-то не очень, я вам скажу. Блин. В общем, ребята, все, я перезапустил игру, загрузился и все, мы можем. Параллельное вычисление мы можем с вами спокойно сейчас приступить к этому. Так что в следующей серии мы с вами это обязательно сделаем. Если вам понравился выпуск, обязательно поставьте лайкосик, я для вас старался. А на этом все, бай-бай, дорогие друзья.